Привет-привет, дорогие! Сегодня будет долгожданное для многих видео. Это моя коллекция, организация хранения косметики. Очень многие запрашивали такого рода видео, поэтому, конечно, я с удовольствием его делаю. Хочу сказать, что это ни в коем случае не повод похвастаться или еще что-то. Просто я хочу поделиться с вами какими-то идеями хранения. Возможно, вы для себя что-то интересное подчеркнете. И, как видно, столик с косметикой находится позади меня, поэтому сейчас начну вам все рассказывать. Здесь у меня такая смешная подушка на моем кресле. Это марки Drop Dead. Это такая дизайнерская британская неформальная фирма. Очень-очень крутая, конечно. Сам комод вообще я не меняла. Этот комод с нами здесь уже, наверное, лет 7. В общем, сколько мы живем в этой квартире, может, немного больше. Просто такой вот комод на три отделения. И, в общем-то, в первом отделении я и храню часть своей косметики, ну и наверху. Первое, что у меня здесь стоит, это мое зеркало. Оно, конечно, очень удобное. И мне нравится, что у меня именно оно все здесь напротив окна находится. Оно с одной стороны обычное, а если его перевернуть, то там идет именно как увеличительное. Но я не пользуюсь той стороной. Под зеркалом у меня находится как бы такой вот сувенирчик, который находится слева. Это был подарок от моего отца. Писаны очень милые слова, поэтому я его, конечно же, храню. И он у меня стоит на моем столике, меня радует. А вот эта вот красота такая забавная справа. Это такой себе боди-шиммер от H&M. Это была, по-моему, их прошлогодняя, новогодняя коллекция. Что-то типа того. Очень-очень прикольная штучка. Такой себе лосьон для тела. И здесь вот поближе можете видеть такой вот акриловый органайзер, в котором сверху находятся мои помады. И внутри мои ежедневные, как бы повседневные продукты, которыми я пользуюсь каждый день. Сам органайзер состоит, скажем так, из двух частей. Верхняя такая вот часть, которая, в принципе, снимается. Здесь у меня находятся мои кремовые румяна от Clorans. Также пудровые румяна от Clorans. Это такая была тоже лимитка, по-моему, 2013-го, какого-то года, точно не помню. Вот такая вот румяна от Chanel. Такие вот в оттенке 55 in Love. И моя повседневная пудра от Saint Laurent. Это, в общем-то, Radiance, какая-то пудра. То, что находится здесь сзади, это такой вот очень знаменитый тоже блеск уход от Clorans. Instant Light. У меня в оттенке 03. Такой нюдовый. Очень-очень классные блески. Дальше блеск от Yves Saint Laurent. Это Rouge Volupte. Еще один блеск от Clorans. Это блески серии, по-моему, Gloss Prodige. Да. В оттенке 09. И дальше здесь вот мои помадки от MAC. У меня здесь есть одна помада из серии Pro Longwear. Потом помада Russian Red. Sea Sheer оттенок. Plume Full. И коллекционные из коллекции MAC Rocky Horror в оттенке Sin. И из новогодней коллекции Rebel. Если вам будет интересно посмотреть именно отдельное видео со сводчами на губах, на руках, отзывы о них, то напишите, потому что я не хочу сейчас сильно останавливаться на них. Ну, давайте теперь посмотрим, что у меня находится именно в этих ящичках. Здесь такие вот два ящичка, которые выдвигаются. Это очень удобно, чтобы что-то хранить. Мне нравится, что кейс сам прозрачный. Тоже очень удобно видеть, что же здесь находится. И покажу вам поближе, что у меня находится вообще в моих вот этих вот ящичках. Тоже достану, чтобы было удобнее смотреть. В первом верхнем ящике, можно сказать, мои какие-то просто румяна, некоторые хайлайтеры, в общем, продукты для лица по большей степени. И первое, что у меня здесь есть, это вот такая вот пудра, хайлайтер. Это минеральная пудра, Wedding Day. Дальше мои повседневные румяна от Essence. Жидкие румяна Fluid от Дэниела Сэндлера. Также у меня здесь есть два продукта от Benefit. Это High Beam хайлайтер и Cha Cha Tint. Ну, в общем-то, тинт для губ и для щечек. Также у меня здесь есть вообще, можно сказать, целая куча румян от Etuale. Это наша Днепропетровская фирма. Честно, я обожаю их румяна. У меня здесь в оттенке 0,5. Очень красивые такие повседневные, нейтральные. В оттенке 0,7. Вообще мой самый-самый фаворит вот на холодные такие месяцы. Очень красивый румянец. Оттенок 0,2. Это такой нейтральный розовый. Вообще просто тоже очень их люблю. И 0,3 оттенок для меня. Это вообще какой-то идеальный персиковый цвет. И последнее, что у меня здесь находится, это вот такие вот румяна от MAC. Тоже из коллекции Rocky Horror. Во втором ящичке в нижнем преобладают у меня продукты для глаз. И тоже начну. У меня здесь Color Tattoo есть от Maybelline. Черный в черном оттенке, просто матовый, который я использую, в общем-то, как подводку. Также в таком сером тауповом оттенке Permanent Taup, который я просто обожаю вот на все века наносить. И вообще в таком шикарном, даже не знаю, как это, гранатовый такой цвет. Это в номере 70. База под тени от Avon. Я очень люблю эту базу. У меня она вообще полностью устраивает. Также у меня здесь есть вообще набор пробничков от Urban Decay. Их базы тоже под тени, потому что с третьей палеткой, в общем-то, шли. Вот такие вот наборчики с ашетом, можно сказать. Последнее, что здесь находится, это хайлайтер от The Balm. Mary Lou. Дальше по курсу у меня тоже акриловый такой кейс, прозрачный, в котором также стоят мои повседневные продукты. Там сзади есть три отделения, которые у меня, в общем-то, стоят какие-то карандаши, консилеры. И дальше такие вот два отделения, в котором стоят тоже мои какие-то румяна, бронзеры. Начну вам показывать с того, что там стоит сзади. У меня здесь разные карандаши. Здесь у меня прозрачный карандашик от Faberlic для губ. Также у меня здесь такой карандаш от Jaday, также для губ. Карандаш для глаз от Avon коричневый. Зеленый карандаш от Essence для глаз. И фиолетовый карандаш от Evelyn. В следующем отделении у меня находятся мои такие вот гели для бровей. Один от Artvisage, другой от фирмы LCF. И в последнем отделении, которое сзади находится, у меня мои два консилера. Один от Evelyn, мой любимый Art Makeup. И второй от Maybelline. Также у меня здесь находится мой принцет для бровей. Это от Avon. Такой забавный. Перейдем теперь к этому отделению. Здесь у меня моя повседневная палетка от Tokidoki Lion Papa. Моя вообще любимая, наверное, палетка. Особенно вот этот цвет для бровей. Мой бронзер от Nars. Лагуна. В котором уже такая вот большая дырка. Двое моих румян от H&M. Которые я тоже обожаю. Вообще считаю, что просто эти румяна супер по качеству. И теперь в самом переднем отделении у меня находится сейчас мой любимый бронзер от Faberlic. И вот такая вот кисточка маленькой Kabuki. И перейдем поближе к тому, что осталось у меня в углу. Здесь находятся мои повседневные кисточки для лица. Это такой вот стакан из магазина Butler's. Я показывала его в своих покупках. И здесь у меня, в общем-то, кисточки для тональных средств. Это просто такие вот игрушечные. Ну, не игрушечные, это такие конфетки рождественские для общего настроения. Дальше здесь вот вы можете видеть, находится мой бальзам от Nuxe. Который Rev. De Miel. Тоже я его в своих фаворитах показывала. И лимонная сенсация от Lush. Такой баттер для кутикулы. Вообще для каких-то сухих участков. Здесь у меня тоже стоит стаканчик. Здесь кисточки для глаз. Мои повседневные. Также одна кисточка для губ. И за ней видно, в общем-то, за этим стаканчиком видно, что здесь хранятся мои палетки. У меня всего лишь две палетки, поэтому мне особо не нужно заморачиваться. У меня здесь Urban Decay Naked 3. И Naked, которая, в общем-то, классическая. Здесь наверху, в принципе, ничего такого особенного. Это вообще подставка под торт от H&M, который я заказывала на свадебный торт. Но она оказалась маленькая по диаметру. Блюдечко в форме сердечка из Батлерс. Я здесь храню мои повседневные украшения. Потом вот этот вот олень, это тоже свечка из Батлерс. Табличка из Батлерс. Это здесь у меня открытка, которую мне моя подруга прислала. Подсвечник. Это вообще с секонд-хенд магазина с Норвегии мы привозили. Вот у меня стоит миниатюрка духов от Chanel номер 5. И лежат мои часики от Марка Джейкобса. Скажу вам теперь, что у меня находится здесь на первом ящике. И сразу скажу, почему мне не нравится вообще этот комод. Потому что здесь ящик до конца не высовывается. Вообще, мне кажется, он даже до половины где-то не выходит. Конечно же, это неудобно, потому что невозможно использовать всю ширину. Так выглядит все мое добро в ящичке, если посмотреть. Одним глазком со стороны. Здесь в таких прозрачных кейсах я храню свои тональные средства. Основу для лица, некоторые тоже румяна. Дальше у меня здесь тоже в кейсе остальные мои продукты для губ. Какие-то пробнички. Коробка с остальной косметикой. Мои свечки, зажигалки для свечей. И вот дальше тоже здесь такой кейс, в котором тоже хранятся несколько вещей. Сейчас я вам тоже буду отдельно, наверное, доставать. Такой у меня просто прозрачный, в общем, разделитель. Я его взяла у нас с Метро, купила. Он стоил совсем недорого. Здесь у меня находится такая палетка от Джинс. Это магнитная палеточка. Здесь у меня румяна от Фаберлик и румяна от Бенефит Королиста. Также у меня здесь моя, в принципе, тоже повседневная палетка. Самая, наверное, известная палетка Тейван Мока Латте. Также у меня здесь лежат некоторые минеральные продукты. Это минеральные тени, какие-то румяна. В общем, не буду заострять сильно на этом внимание тоже. Здесь есть два продукта от Ля Роше Позе. Это Эфеклер Ка. Вот этот вот тюбик у меня уже просто я дожимаю последние капельки. Это уже новый, лежит. Люблю использовать как базу. Ну, или вообще просто как уход. Несколько пробников духов разных. Масло для кожи вокруг глаз. Генеральная база для лица под тональное средство. Очень люблю его использовать. Тональная основа от MAC Face & Body. Моя любимая основа от One Content Miracle, которая у меня уже заканчивается. И последняя основа от Dior. Это Dior Skin Nude у меня в таком вот тестере. Дальше у меня в комоде находится такой очень знаменитый кейс для помад. Но так как он у меня, в принципе, на столике нигде не поместился. Я его решила поставить вовнутрь. Так вот он выглядит. Состоит из четырех таких ступенек. Здесь просто мои какие-то еще продукты для глаз и для губ. Это у меня карандаши от Faberlic. Здесь у меня помада-карандаш от Maybelline. Тоже мои карандашики вот такие вот от H&M для губ. Здесь у меня помада от L'Oreal. Еще мои два карандаша любимые для губ от Maybelline. Бальзамы для губ Carmex. Это какая-то фирма польская. Faberlic такой веселый бальзамчик. И здесь у меня две туши от Maybelline тоже. Покажу вам тоже еще один кейс. Этот кейс находился за вот этим вот стендом для помад внутри. Здесь я храню какие-то вообще рендомные вещички. Здесь вот, например, у меня коробочка от Пробника Техдухов Шанель от Миниатюрки. Также у меня здесь есть две миниатюрки от Matisse. Это гели для душа, точилка. Накладные ресницы здесь у меня от Ardell. Такие вот еще у меня накладные реснички здесь есть. Пучковые накладные реснички. Здесь мои два травола. Резинки для волос. Потому что я их вечно теряю. И такая вот малютка клеит для ресницы. Также, что вообще мне поместилось, показать. Вот здесь у меня тоже такие вот ресницы накладные. И здесь также у меня есть вот такие вот разные пробнички, которые хочу попробовать лежать поблизости. Свечки, зажигалки для свечек. Последнее, что у меня здесь есть, это вот такая вот коробка, в которой лежит моя остальная косметика. Какая-то либо новая, либо вообще та, которой я не пользуюсь. Так выглядит этот кейс. Коробка очень милая. Мне она очень нравится. Это мне Вадимка подарил. Это Сойша. Это была прошлогодняя зимняя коллекция. И вообще чего тут только нет. Я особо вообще не буду здесь заострять внимание. Здесь тоже мои какие-то минеральные продукты. Продукты, база от ЛЦФ, типа бьюти-блендер. В общем, в принципе, можно сказать, что здесь находится косметика, которой я не пользуюсь, которая мне чем-то либо не подошла, либо сейчас по сезону как-то не подходит. Ну, либо вот новая ждет своего часа, что-то такого рода. Дальше у меня в других ящиках совсем ничего не связано с косметикой. Какие-то личные вещи, фотоальбомы. Такого рода. Хочу сказать вообще, что, конечно, я хочу купить себе в идеале другой комод. Такой вот столик тоже с какими-то отделениями, более удобными. Но пока использую то, что есть. И, в принципе, я довольна тем, как все выглядит. Я думаю, на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось. Если у вас есть, как обычно, любые вопросы, конечно же, оставляйте внизу в комментариях. Также оставляйте запросы. Возможно, вы хотите увидеть еще какие-то видео. Кстати, напишите все в комментариях. Не стесняйтесь, я с удовольствием всем отвечу. Хочу всем вам пожелать хорошего, отличного настроения. Спасибо большое, что вы со мной. И до новых встреч. Пока-пока. Мне его так жалко кушать. Он такой милый. Кстати, я еще не показывала. Я заказывала, в общем-то, фотокниги для наших свадебных фотографий.